Подмосковье четвертый год подряд входит в тройку лидеров по качеству городской среды. Одним из таких показателей является активное благоустройство пешеходных зон, площадей, скверов, парков, набережных, спортивных и детских зон. Об этом не раз говорил губернатор Московской области Андрей Воробьев. На благоустройство в Подмосковье огромный запрос. От того, насколько хорошо и быстро мы научимся делать из заброшенных скверов места протяжения, зависит качество жизни и облик нашего любимого Подмосковья. Необходимо больше мероприятий проводить в наших парках. Главным показателем работы парков является посещаемость. С начала 2023 года в Одинцовском округе их посетили более двух миллионов человек. Данный показатель зависит в том числе от погодных условий и благоустройства. На сегодняшний день проводится масштабная работа по наведению чистоты и порядка в местах отдыха, в которую активно включаются не только коммунальные службы, но и местные жители, общественники и представители администрации. Прошу всех максимально включиться в весеннюю уборку заместителей, начальников территориальных управлений, руководителей наших служб и предприятий, управляющих компаний и сотрудников надзорных органов. Повторю еще раз, наша задача – мобилизовать все силы, чтобы каждый на своем участке четко знал, что он делает и какие перед ним стоят конкретные задачи. К майским праздникам все должно быть убрано, обновлено и покрашено. Сезонная подготовка включает в себя уборку прошлогодней листвы, опиловку деревьев, установку урн, покраску скамеек, проверку камер видеонаблюдения и другие виды работ. Для этих целей задействуют 8 тракторов, 55 единиц малой техники и 200 единиц инвентаря. По весенним работам, которые проводятся в парке, составлены по каждому юридическому лицу дорожные карты, график проводимых работ и самое важное – это то, что сроки. Все сроки у нас расписаны таким образом, чтобы в месячных благоустройствах максимально все работы и по опиловке, и по мойке, и по подметанию, и уборке, и в общем-то покраске было выполнено. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха работы в рамках месяца благоустройства ведутся с начала апреля. До конца месяца предстоит привести в порядок территорию с лыжероллерными трассами, спортивными площадками и другой инфраструктурой. После зимы в первую очередь уделяем внимание приведению в соответствие детских игровых площадок, производим мойку мафов, готовим наши фудкорты, летние террасы. Ну и, наверное, самый большой объем работ сейчас для нас связан с очисткой трассы от снега. Принять участие в субботнике может каждый желающий. График проведения мероприятий регулярно анонсируется на сайте администрации округа, в социальных сетях и в средствах массовой информации. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».